Все люди очень разные, но объединяет нас одно – желание любить и быть любимыми. Для этого мы создаём семьи. Почему получается не у всех? Счастливые отношения в семье – это миф или реальность? Привычка быть вместе или счастье? Как раскрываются в жизни слова Священного Писания оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть? Есть мнение, что счастливые отношения в семье – это лотерея. Кому-то повезло, а кому-то нет. Ну а кто-то считает, что счастливые отношения в семье – это процесс и путь, где всё зависит от самих людей. Мы хотим исследовать эту тему. Мы ходим в гости, в разные семьи и задаём супругам вопросы. А выводы делайте сами. Дорогие друзья, я хочу пригласить на сцену своего супруга, с которым уже 29 лет в одном строю. Ну, служил ему верой и правой, чтобы он стеки писал хорошие присты. Вадим и Виктория Цыгановы. Вадим и Виктория Цыгановы вместе уже почти 30 лет. В 1990 году, когда они познакомились, у Вики ещё не было сольной карьеры, и знаменитой на всю страну она стала позже, в 90-е. А Вадим к тому моменту был уже состоявшимся человеком. Например, он работал с группой «Ласковый май», у которой в то время были миллионы поклонников. Здесь, в городе Сочи, много-много лет назад я встретил эту прекрасную, свою любимую Викторию. Здесь мы познакомились, вот много лет назад это произошло, а сегодня мы приехали, а песня не сказанная. Добрый вечер, дорогая публика. Однако именно союз с певицей Викторией Цыгановой, в тот момент ещё Жуковой, позволил ему раскрыть все свои таланты. Вика исполняет песни на стихи Вадима. Они живут в доме, который он построил сам. У каждого из них свои ремесленные и художественные мастерские. Словом, у семьи Цыгановых невероятно наполненная жизнь. Но вот вопрос. Как им удаётся все эти годы сохранять свою семью? Творческие поиски, кризисы, погружение в себя, гастроли, встречи с сотнями людей. Разве всё это не мешает семейным отношениям? А если мешает, то как с этим быть? И как находить компромиссы? Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песню петь и нового счастья. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Позвольте. Потрясающий дом. Пожалуйста. Да, можно, да? Проходите. Конечно. Милости прошу. Нашего шалашу. Когда мы спросили у Вадима и Виктории, какое у них любимое занятие, они обозначили сразу два дела. Во-первых, это творчество. Ведь у них не только семейный, но и творческий союз все эти годы. Во-вторых, Вадим и Вика очень любят вместе накрывать на стол. И в этом мы чуть позже сможем убедиться сами. А ещё, я думаю, судя по тому, как выглядит их дом, в котором всё сделано руками Вадима, они очень любят вместе создавать своё пространство. Ведь если это крепкая семья, то многое из того, что делает мужчина, он делает именно для своей женщины, чтобы её радовать, завоёвывать, оставаться для неё лучшим. А в этот дом вложено очень много труда и заботы. Вау! Это что? Вот это что такое? Это такая розовая комната. Розовая комната с витражами, зеленью, за которой ухаживает мама, с картинами. То есть это фактически зимний сад. Здесь в любое время года можно посидеть. Да, здесь у нас цветы, тепло, светло и красиво. Очень хорошо, что мы тут с вами одни, потому что мне хочется вам наедине несколько вопросов задать, если позволите. Посидим в этой розовой комнате. Вика, а вы в Вадиме как в мужчине. Что больше всего цените? Ну, его доброту и интеллект, конечно. То есть это самые главные мужские качества? Для меня – да. Доброта прежде всего. Потому что какой бы ни был мужчина умный, храбрый, он должен быть добрый. Прежде всего, потом всё остальное, оно в нём перевоплощается в другие достоинства. Доброта сердечная. Самое ваше, с вашей точки зрения, главное качество как женщины? Самое лучшее и самое сложное качество? Наверное, преданность. Преданность и вера к своему мужчине. Вот это, наверное, самое главное. Хотя я никогда не ставлю каких-то вот, знаете, вот там длинные поводки, короткие. Там вот как в миру говорят, люди надо там вот что-то. Я считаю, что человек, тем более Вадим, он творческий человек, он художник, он должен быть свободный. Потому что вот эта свобода правильная, такая божественная, я только рядом нахожусь. Но вот создать такую жизнь, чтобы человек был рядом и не убежал, наверное, вот это и талант, потому что женщина. Вы однажды сказали, когда возникает кризисная ситуация, Вадим, как мужчина, меня берёт за руку и идёт, решает. А вы как женщина, что делаете в такой ситуации? Я иду следовательно, безропотно практически. То есть он вам и муж, и брат, и сват, и так далее. А как эти роли не перепутать? И как вы чувствуете, что ему сейчас нужно? Ну вот в одну секунду всё происходит. Вот только он суровый муж, и тут же смотришь на его вот просто фигуру, постановку, там ног, понимаешь, какую-то улыбку, и ты видишь тут же ребёнка. Это всё такое лавирование, тонкое достаточно. Поэтому иногда надо проявить суровость и сказать, там, береги себя. Удивительно, я могу сказать, Алла, что есть вещи, когда я хочу проявить заботу о нём, как о мужчине, я говорю, там, не отжимайся 150 раз, там, не дай бог, какой-нибудь тромб оторвётся. А мужчина в этот момент этого ничего не слышит. Он сразу так просто наезжает на тебя и говорит там, типа, язык. Молчи, женщина. Да. Ты думаешь, ну я же только хотела о тебе позаботиться, проявить такую женскую заботу. Ну, нет. Тут как угадаешь. А как вы реагируете на это? Ну, раньше я обижалась, а сейчас я понимаю, что мужчина всё равно будет делать так, как он хочет. А вы говорите ему комплименты или говорите ли ему спасибо? Конечно, говорю. Но иногда говорю спасибо, а он тоже может взборкнуть. И опять я, допустим, не угадала с моментом, когда это сказать. Всякое бывает. Вот то, что вы говорите, значит, что вы максимально сконцентрированы на нём. А он на вас. А это взаимно. Это уже спустя столько лет жизни мы вообще существуем как один организм. Просто человек иногда и свой собственный организм не слушает и не помогает ему. Поэтому вот такие бывают вилы между отношениями. Поэтому мы существуем совершенно... Один человек задумал, другой сказал, ты читаешь мысли, что ли? Это всё уже как сообщающиеся судьи. А вот, знаете, говорят, что нехорошо, если женщина для своего мужчины выступает в роли мамочки. Ой, я не мамочка. А в чём разница между... Заботливая я могу быть мать, но не мамочка, нет. Он очень в этом плане такой немаменький сынок и очень самостоятельный человек. И мало того, если я буду проявлять такую заботу, как это... Мне кажется, она напускная больше и такая ненужная. Я могу быть матерью, сестрой, подругой. Матерью даже, может быть, в меньшей степени. Но это забота. Это забота. И она, наверное, отбирает в себя всё. А какое у Вики самое главное женское качество? Вот не поверите, мне всё нравится. Мне нравится вот всё. Вот бывает так, когда женское качество, когда мне нравится фигура, мне нравится характер, мне нравится походка, мне нравится взгляд. Я уже начинаю, когда мелочится, мне нравится твой нос. Или мне нравится твой голос. Вот я люблю её такой, как она есть. А когда вы хотите её поддержать или что-то ей подарить, как вы узнаёте, чего бы ей хотелось? У нас здесь по подаркам сложная история, потому что Вика полностью доверяет мне по вкусу. Я ей говорю, ты, может, сама что-то выберешь? И иногда она сама выбирает, но когда уже приспичит, что это нужно, здесь вклиниваясь я и говорю, только лучше. Ну, она не такая, будем честно говорить, не попрошайка абсолютно. И самодостаточный человек, и самодовольствующий то, что имеет. Это некое счастье. Она очень расстраивается, когда теряет какие-то украшения. А это бывает, потому что она эмоциональная и в эйфории, может что-то оставить. Но я на это не обращаю внимания и всегда её успокаиваю. Когда вы хотите до Вадима что-то донести, может быть, вы чем-то расстроены или недовольны, как вы это делаете? Чаще всего надо делать это сразу, не вынашивая тему. Потому что если это, допустим, мне очень нужно, и я это долго-долго вызреваю и пытаюсь ему донести, я сразу ошибаюсь на самом деле. Вот надо поступать по интуиции, конечно же. Вот мне надо кому-то помочь. Если мне надо какому-то человеку помочь, я это говорю сразу. Вадик, дай мне денег, мне надо отправить там такому-то человеку, ну, или купить что-то и сделать. Потому что если пытаюсь вот это что-то такое вот схитрие, что-то вот объяснить ему, чаще всего это не получается. Импульс тоже. Ты получил импульс, надо помочь, надо сделать. Всё. Вот были наводнения там в Благовещенске. Я говорю, там вот мне одна семья просто поразила, им надо дом купить. Всё. Он достал деньги, мы купили другу. А как вы понимаете, что такое женственность? Что это для вас? Ну, это какое-то служение. Вот если можно так вот соединить это. Это служение ради мужчины, ради его идей, ради его идеалов. И, конечно же, такое приправленное смирением обязательно. Если сейчас разобраться с моим репертуаром, вы посмотрите, это в принципе мужские песни. Их должны петь мужчины. Песни казачьи взять где-то, сказать, э-э-э-э, шашка, камень, они в принципе мужские все. Песни. «Постой душа моя, постой». Ну, так уж сложился наш союз, что вот эти песни мужские, они, наверное, в женском преломлении лучше всего излучают. Ангел мой, не спи, не спи, Я говно уже в пути, Ворота мне открывай, Покажи, где отбирай. Ангел мой, хранитель мой, Нету плети под рукой, Мою душу пожалей, Поскорее, поскорее. А вам не кажется, что женщины сегодня очень много мужского пространства в мире занимают? Ну, это если связано с бизнесом, с выживанием, и действительно, сложно на это ответить как-то правильно. Ведь мужчин тоже женщины воспитывают. Может быть, в силу того, что мужчины не хотят ответственности, то они избегают и бросают больных детей, и бросают, и здоровых детей, и как-то уходят, и ходят налево и направо. Не знаю, вот честно говоря, нет у меня рецептов на этот счет. Поэтому женщина взваливает на себя больше. А тут получается такая тупиковая ситуация. Чем сильнее становится женщина, тем слабее становится мужчина. А тут все-таки надо золотой божьей дорогой идти. Вам-то это удается? Ну, тогда надо женщине больше доверять мужчине, больше помогать ему, больше выдвигать его и понимать, что если твой мужчина может быть сильным, и он несет ответственность, и твоя роль в этом тоже есть очень большая. А для вас что важнее? Карьера или женская вот эта самореализация? Ну, для меня важнее вот этот вот творческий союз наш. Потому что наша семья – это есть вот такой творческий союз. Она держится на творчестве. Но и творчество – это же все равно все от творца идет. И человек многодетный, в семье не самый такой богатый какой-то, но имея вот это творческое начало в себе, и он может быть счастливым тогда, понимаешь? Потому что счастье – это счастье. То есть совпасть над этими частицами. Вот, и прикрепиться друг к другу. Через нас очень много людей проходит, интересных. И хочется, чтобы эти люди как-то и послужили другим людям, их встретить, потому что эти встречи рождают новые проекты, новые идеи. Ну, а теперь наш Блиц. В этой части разговора мы задаем супругам одинаковые вопросы друг о друге. Интересно же понять, насколько хорошо они друг друга знают. Ваш любимый поэт? Ну, я Пушкин все-таки назову, но хотя Бродский очень нравится. У него много поэтов влюбил, он Лермонтова очень сильно. Вот, Пастернака, нет, не Пастернака, Бродского. И Тарковский у него в молодости был один из любимых поэтов. Любимое блюдо какое у вас? Ну, это меняется, это все в зависимости от настроения, от… Ну, вообще, любую все простое. Вот самое простое – черный хлеб, селедка, вот там вода ключевая. Вот все из простого, больше вот так. А старые гурманские дела, которые будут так меняться. Ну, он любит рыбу. Если так вот взять, в большом смысле, то это рыба, конечно. Самое любимое ваше место на свете? Дом. Дом этот, да. Я думаю, наверное, свой дом. Наш дом. Вот этот? Да. Это его детище, это его творение. Мы не так часто здесь живем, поэтому он его тоже любит и любит все время преображать что-то. А Вике? Тоже три вопроса. Ее любимый цвет какой? Фиолетовый, я бы сказал, нежный такой. У меня много любимых цветов. Я люблю голубой, я люблю белый, розовый, алый. Чем она больше всего любит заниматься в свободное время? Рукоделем. Каким? Рукоделем. Она любит вышивать, может, часами там сидеть. Или хорошее чтение, или вышивание, или общение с природой. Вот просто гулять в лесу и петь, ходить. А о чем она мечтает? Вы знаете, я не знаю. Ну, наверное, всегда по-разному. Иногда о песне хорошей, иногда о хорошей погоде. Ну, вот таких глубоких там. Ага, было, она говорит, хочу спеть «Арена Верона». Я думаю, это случится. Я не мечтаю ее. Зимой мечтаю о весне. О том, как распустятся цветы. Само состояние мечты, оно для меня не совсем понятно. Понимаете, как Манилов мечтал, это одна история, она вообще не подходит. Реально, конечно, человек выстраивает какие-то планы своей жизни. Я вот хочу сделать свой сольный концерт и записать альбом. Слушайте, мы сейчас за одним из столов, которые есть в вашем доме. Их много. И, насколько я понимаю, накрывать на стол – это одно из ваших любимых занятий. Общих дел таких. А почему, собственно говоря? Потому что мы любим покушать дома. Прекрасно. Потому что мы живем в гостинице, так сказать, города Алиси, это все там дежурное, ну, готовят, как-то делают. А дома – это, конечно, мамочка, это ее ручки. То есть это такое место силы ваше, да? Ну, дом, да. Дом, конечно, такой. Дом, стол, накрывать. Релакс. А здесь это самый маленький столик, который у нас есть в Удуме, поэтому... Ну, зато здесь комфортно, здесь рояль, такая китайская чайная. Вика, представьте нам, пожалуйста, вашу маму. Это мама, моя Людмила Михайловна. Глава нашего семейства, нашего клана. Удивительно красивая женщина. Да, красиво. Вы знаете вообще, что вы же рядом с зятем сидите, правильно? Зятя, теща. Я помню. Это вот, да, да. Породнее, породнее. Вот знаете наверняка все анекдоты, которые рассказывают про тещу и так далее. Я их не люблю. Эти анекдоты вообще не для нас, Вадиков. Да? Потому что у нас с Вадиком, с Викой, вот у нас в семье, царит общее понимание. Да? А вот посмотрите на реакцию, посмотрите. Нет, а почему? Нет, это понимание, но у мамы сейчас все будет правильно рассказывать. Она у меня педагог-дошкольник. Да нет. А я на них смотрю, Алла, если бы не я, вы были бы идеальная пара. А вообще, вот это же они так друг к другу подходят, в плане своих вот приколов друг к другу, отношений, тонкости. У них действительно взаимоотношения очень тонкие. Я правильно сказала, что понимание самое главное. Тонкие, но с юмором, с юмором. Я просто, наверное, этим дышу, живу, и сердце мое наполняется какой-то вот радостью от того, что это пара голубков. Нет, не гости, пожалуйста, Алла. Извините. Просто о нем в полете и такой всегда. Коршум, ястреб. Да, что они живут дружно, вот в любви, в понимании, в согласии. Для меня это радость великой действительно. Хочется сказать очень много. Людмила Михайловна вчера выписалась из больницы. Пожелаю ей всего самого доброго. Здоровья, самого доброго. Это даже продляет, мне кажется, мои годы. Вот я встану неплохо. Я ни разу Вадика утром не видела в плохом состоянии. Он всегда идет с моей молитвой, молитвочек там на кухне читает, бьет освещенную воду. Доброе утро, Людмила Михайловна. Ну как у вас дела? Как здоровье? Каждое утро. Вадик, я не помню. Я вот сейчас скажу, что я придумываю. Но я так не спрашиваю. Я не помню, что Вадик был в плохом состоянии. Плевать очень редко. Потому что он постоянно... Если он в плохом состоянии, мы все прячемся. Ну, в общем, лучше уйти, чем находиться. Между прочим, мудрое женское поведение. Дать мужчине возможность разойтись, выплеснуть свою энергию, а потом уже появиться и мягко так направить куда-то в мирное русло. Ну, это бывает иногда такое непредсказуемое. Вот. И поэтому надо тоже держать ухо во стру. Но я никогда не бежусь в отношения своих детей. Даже если у них тонус разговора немножко повышается, я стараюсь или не слышать. Вадика иногда говорит. Ну что вы, молчите опять. Вы не слышите, как ваша дочь разговаривает? Я говорю, Вадич, как? Все хорошо, все нормально. Нет, только не слышу. И когда я не слышу. И ушла. А ушла и всегда обращаюсь к высшему. Помолилась. Прихожу, смотрю, шутят, разговаривают. Уже все хорошо. Думаю, как бы вовремя не ушла. И вот надо, наверное, нам, родителям, которые, казалось бы, тоже отвечают за отношения в семье, за вот этот лад, за этот уют, за эту гармонию, атмосферу в семье, нам надо быть дольше немножко и расставлять правильные приятели. Я знаю, что они больше меня знают, они намного умнее. Я учусь сейчас в них. Ну, если спросят, поделюсь мудростью своей. А если не спросят, поделитесь? Не спросят. Не, мама никогда не навязывает свое мнение. Она такая очень деликатная, тонкая. Дипломат в нашей семье. Ну, вы поделитесь, пожалуйста, таким секретом родительским, да? Ведь на Вику смотришь – это истинная женщина. А что самое главное, когда маму девочку воспитывают? Я думаю, что самое главное здесь не только заложить в ней там и там нравственное, физическое, там и умственное и прочее, а вот любовь к красоте, красоте. Женщина в любом возрасте должна быть и красивой. И чтобы она нравилась не только окружающим, прежде всего создать эту красоту для себя, гармонию. И я помню, что я их наряжала с папочкой. Папочку нашил очень хорошо. Похоже, Вика переняла этот отцовский талант – шить красивую одежду. Это ее мастерская. Здесь те модели, которые созданы по дизайну Виктории Цыгановой. И во многом ее руками. Это роскошные вещи. И показы коллекции Вики Цыгановой стали настоящим событием в мире моды. Она же занимается модельной этой своей историей, где добилась высоких результатов. И поэтому она все делает, как солдат сама, от начала до конца. И показывает, хотя у нее много мастерских, но результат. Она к вещи каждая относится вот так, с любовью. С любовью это прикладывает руки свои. Я маму видела всегда красивой. Это действительно самые яркие воспоминания. Это лицо мамочки моей. У нее всегда уже была прическа, когда она будила, поднимала меня. Это был запах какой-то свежей кашки сваренной или супа. Я даже на обед готовила, рано утром вставала, чтобы папа кушал. Приходил, потому что на заводе работал, приходил кушать. И она всегда была собранная, она была красивая. Такие глаза были. Вот это вот, я вот помню, это у меня все стоит. Это действительно отпечаталось. Наверное, это вот дети, вот это и должны видеть. Потому что их заставить, научить даже невозможно. Человек только вот глядя на маму, может его впечатлить в памяти. Мне очень нравится, знаете, это выражение. Хочешь воспитать ребенка, воспитывай себя. Себе. Да? Очень часто, вспомню дочери, когда маленькие были, папа приходил с работы, я тоже уставала, все заучено, что-то училась, училась. И он сюда брал пылесос, допустим, пылесосил. Говорит, мама, ты свикочка, иди на кухню, Света, возьми тряпочку, протирай пыль. И что, пока вот туда-сюда смотришь, и стол накрытый, настроение хорошее. Все сели ужинать, и еще есть время поговорить и заняться своими делами. Создание вот этого уюта и гармонии в семье – это большой труд. Барьер, он научил. Это ежедневно. Сейчас я укажу, Вадич, как ты будешь. А в чем труд, Людмила Михайловна, в чем труд? Труд в том, чтобы научиться понимать, самому смиряться. Мы же такие гряделивые, такие, вот знаете. Вот я помню в своих стихах «Приходите в мой дом». Это как бы призыв к тому, чтобы мы смирялись со своей гордостью и говорили себе «Прости». Даже если вы поссорились, я не виновата, и вижу, что не идет ко мне, я должна подойти и просить. Ну, как-то же было, что вы не народ, я что-то не помню. Ну, что ты можешь сказать «Горька». Вы много раз рассказывали, как вы познакомились. Я читала. Вика говорила, что на первую встречу ее собирали всей коммуналкой. Вы тогда жили в коммуналке, где-то на Белорусской. Один кто-то дал джинсы, другой свитер, третий там 5 рублей на такси и так далее. Она ехала к великому менеджеру. Тогда не было слова «продюсер». Вот, знаете, Вадим, мне все было интересно, когда я это читала, понять, а какой эффект это возымело тогда на великого менеджера. Вы кого увидели в дверях, когда открыли? Можно я сразу так начинаю? Наверное, в коммуналке у ней было все хорошо, потому что она была очень хорошо одеть. Я могу точно сказать, помню только свитер и джинсы. Больше ничего не могу. И все представить даже в голове больше не держится ничего. А меня поразило. Но мы с ней встречались до этого. И тогда флириды уже пошли. То есть я вижу, нравится женщина или не нравится. Так как мое, не мое. Хотя бы так. Я ее видел в Сочи. И когда она приехала, мне сказали, что она очень хорошо поедет. И когда она приехала, мне сказали, что она очень хорошо поедет. А вам вообще важно, как женщина выглядит? Насколько она ухожена? Насколько она... Конечно. Да? Конечно, конечно. Мне все интересно в женщине. Я не могу отметать, мне важен интеллект, душевная составляющая, духовная составляющая, образование. Все-все. И внешность, конечно. Сколько ты это лет был? Я считал, что... Я не помню. Ну, важно было все, да? Да. Вика, а с вашей стороны, как эта первая встреча выглядела? Вы кого увидели перед собой? Ну, то, что мы в Сочи встретились, это даже был не Сочи, а Адлер. Ну, приятного. Я тогда работала, да. В театре и костюмером, и актрисой. Конечно, когда в трупе сказали, что приедет цыганов, там начался какой-то переполох. Все, значит, забыли, что вечером спектакль играть. Рванули на море. Потому что Вадим всех там угощал, поил, кормил. То есть вот его широкая душа. И когда я его увидела, он был такой модный весь. Он был в джинсах, в высоких сапогах, казаках, в пуховике с такой чернобуркой. Вот этот такой брунет с мохнатыми ресницами. Ну, в общем. Романтика. Я сразу... Романтика. Кто в доме хозяин? Вот вопрос ключевой на самом деле. Видите ли, как распределены здесь роли. Если говорить о финансовой составляющей и по харизме, ну, скорее всего, я. Но есть вещи, которые... Ну, у Людмилы Михайловны, конечно, ведет весь дом. Однозначно. Я могу там говорить, Людмилу Михайловну, что нужно, или она скажет, сделать. Вика, конечно, сильно устает после конкурса. Я в доме потребитель. Совершенно не так. У Вики тонкий вкус. Она может решить вопросы какие-то чисто человеческие. Очень тонкий вкус. Цветовое решение. Она участвует в создании образов дома. Но, конечно, мы советуемся. Не всегда у нас сходятся творческие вопросы. И... А кто тогда уступает кому? Ну, вы знаете, скорее всего, я стараюсь уступить. Но иногда и Вика уступает. Тут же... Не обманывай. Я никогда не уступаю. Это ведь женская натура, с которой надо уметь следить, ухаживать, лелеять. Эти мелочи, они даже... Я вижу, что Вика капризничает. Я подыграю, ну, конечно, что принести, что сделать. Это очень правильно. Потому что у нас так и уже определено в семье. Она женщина, я мужчина. Поэтому... Тут точные все функции. Но хозяин все равно вы в доме. Конечно. За мужчин сильных и красивых. За мужчин умных и любимых. За мужчин за наших. За самых настоящих. Любимых и родных. У вас в доме мужская и женская половина есть. А зачем? Для этого, чтобы разбегаться. На каждый свой концерт я не могу выходить в плохом настроении. Хотя меня он видит иногда в ужасном состоянии. Я говорю, ну, ты терпи, потому что в таком состоянии не имею права выходить к зрителям. Я вот сейчас... Мы с тобой друг друга любим. Я скину вот этот вот, допустим, негатив. Потому что людям надо... Это слово называется слово любимым. Но когда искрит она, это... Это тоже любовь. Это особое. То есть это... Это просто особое состояние души. Весь коллектив разбегается, все прячутся. А вы что делаете? Я рядом терплю. Мне убегать нельзя. За мной Москва. Свет моих очей. Тебе дай Бог. Душа моя. Все хорошо. Ну, со стороны, конечно, смотришь на вас. Ну, вот прям, ну, идеальная семья. Но мы все-таки не на небе. Да, мы на земле живем. Надо понимать. Конфликты часто бывают? Я не знаю. Для меня это часто. Даже если раз в три месяца, ну, вот со мной это происходит. Я человек ровный. Ну, ведь самое страшное в конфликте, это то, что когда... Это уже принадлежит не тебе. То есть внутри тебя развивается что-то нехорошее. Когда ты сам не можешь побороть внутри себя. Что-то, да. Вот такое искушение, как правильно говорят, там какой-то сидит. Очень нехорошее. И оно тебе вот так вот. И ты не можешь. Вроде все себе сказал. Все. Держись в руках. Вот сейчас. И оно опять снова вылезает. Вот это, мне кажется, в нашей семье, по крайней мере, в нашей семье самое страшное. Потому что это исходит от меня. Ну, бывает. Поэтому посерьезно. Это же лыба. Метеорит. Мне кажется, что меня не понимают. Что я одинокий. Я одинокий. Я одинокий. Ну, все проходит. Цыгановы были одними из первых среди известных людей, кто открыто заговорил о своей вере. Причем не для пиара, а потому что им хотелось поделиться самым главным в своей жизни. Кто-то считает, что это неприемлемо говорить о настолько личных вещах. А кто-то, напротив, воспринимает разговор о вере как свидетельство. Для Вадима и Вики православие – это стержень их жизни. И объяснить их счастливые отношения в семье без разговора о вере практически невозможно. Вы когда познакомились, вы же еще не были верующими людьми. Да, не были. Да, и у каждого из вас при этом свой какой-то путь к Богу. А как это произошло и как то, что вы стали верующими на каком-то этапе своей жизни, повлияло на семейные отношения? Ну, конечно. А у Вики были уже предсечи, да, какие-то? Да, я просто вспомню, как вот буквально я познакомилась с Вадимом. Я работала в Ивановском театре, и очень плохо все было у меня, очень плохо складывалось там и жизнь, и личные, и далеко родители, и холодно, и голодно, и, в общем, какая-то тоска, и безысходка. И у меня моя подружка сказала, Готвика, сходи в храм, помолись Николаю Чудотворцу. Вот это были какие-то вообще волшебные слова, Николай Чудотворец, что это такое, кто это. Но я нашла храм, я действительно интуитивно подошла к иконе, которая оказалась именно Николаю Чудотворцу. Да это ей, по-моему, день был не полоземника, как раз. Вот. Долго плакала, никого не было в храме, потому что уже служба закончилась, вот, а потом пришло мне какое-то такое успокоение, благодать, я как сейчас понимаю, и я пришла, успокоилась, написала заявление в театре, легко так это сделала, развернулась, уехала в Москву, и через буквально несколько дней я встретила Вадима, уже в качестве того, чтобы приглядеться к этому человеку поближе. Это битва все равно, мы здесь, в этом миру боремся со своими страсями, с синяками выходим иногда, иногда так, иногда с реальными даже, иногда с побитой душой. Вот такая битва идет, все нормально. Сейчас уже такие бойцовские качества, уже смотрим, здесь проиграют, но может здесь выиграют, не надо держаться там, все. Нет мне выхода, нет ходу, снег ложится на дорогу, и болит душа, нет любви и веры нету, на санях я к Богу еду, тихо не спеша, зная в югах полевой, старый шрам под сердцем ноет, только мне плевать, две снежинки на ладони, поторопливайтесь с коней, я устала ждать. Помогает вообще вера в решение конфликтов? Конечно, конечно, это единственное. А как? Почему? Ну как помолиться, я сразу читаю, помяни, господица. А с господица, да, саря Давида и всю его кротость. Шлия под хвост такая попадает, или ему, или мне, и какие-то в эти минуты думаешь, господи, 30 лет живешь с человеком, и вообще какой-то чужие люди, вот не понимаешь, даже в этот момент не понимаешь, что говорить. И вот тут надо, чтобы не человеческое какое-то было осмысление, а только молитву, внутреннюю молитву и все. На самом деле отходит. Бежать на другую территорию, да, отходит через 2 секунды. Вадим очень тонкую вещь сказал, он сказал, что причина я, то есть когда мы видим, наверное, причину в себе, то нам с этим проще работать. А вы тоже в себе видите причину конфликта? Или если это происходит, то Вадим виноват? Я несознательный человек, ведь. Да, несознательный. Ему виднее, конечно. На самом деле, из-за чего возник конфликт? Это ведь тоже, надо понимать, какая-то есть усталость, да, ехали, летели, надо вовремя прийти, правильное платье взять на концерт. Это очень важно, это святое. Один правильный костюм, понимаете, это все важно. Это все важно, потому что это как-то плетется, как такая, как кружево. И где ты сбиваешься, там появляются узелки, и кружево вот это нарушается. Не уходи, ты в конфликте у вас виновата или нет? Нет, если я устану, да, то я могу, конечно, нас обракнуть, но это объективные издержки моей жизни. Во всех остальных случаях виноват Вадим. Ну, конечно, это объективно. Нет, 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 я всегда за конструктивизм. Как вы выходите из-за рационализма? Правильно надо выстраивать отношения, чтобы они приносили пользу, радость и... Как скажите, как вы выходите из этого состояния острого? Когда вот чувствуете прям все накипело, и сейчас внутри взорвется, Вадим, что? Вот взрывается. Взрывается. А Вика терпит, да, получается? Ну, не всегда... Не всегда терпит. Плохо бывает, что нельзя в сердце носить все это. Меня спасает молитва, я уже повторяться не буду. 30 лет семейной жизни. Что в вашей ситуации помогает, что такое цементирующее вещество, на протяжении 30 лет вот брак сохранять? Неужели никогда не хотелось вот разойтись, разбежаться? Мне не хотелось. Мне хотелось. О, Вике хотелось. А почему? Меня очень много заставляли работать. Да ладно. Да нет, я шучу, конечно. Не уходи. Нет, ты не уходишь. Ты нас покидаешься на две минуты. Я не буду видеть, отцы. Хорошо. Были такие моменты, когда Вадик был действительно неправ, и один раз, это было, наверное, лет 18 уже назад, был такой срыв. 18,5? Да, я тогда, помню, приехала к Матронушке, и нажаловалась Матронушке на Вадика. И он сразу смирился и просил у меня прощения. И я вернулась. Через молитву у меня приходило чувство жалости. Вот в том правильном смысле, вот как, знаете, жалость какой, жалею. Вот это синоним «люблю, люблю и жалею в России». Это одинаковые слова по смыслу. И я себе говорила, Вика, ну как же ты в такой счастливой семье выросла, у тебя все было, тебя все любили, а в Вадик другой человек. И вот это вот, через вот это какое-то понимание того, что человек в других обстоятельствах рос, был. И вот вместе именно в совокупности с молитвой какой-то такой, очень, ну такой вот искренний, пламенный такой, со слезами, как говорится, я сразу утешалась. И мне хотелось бежать его, спасать, понимать. Как бы и проехали, попросили прощения, обнялись и пошли дальше. Ну вот, как-то вот так. А знаете, еще какая другая острая очень тема сегодня? Измена. Причем, когда начинаешь спрашивать у людей, а почему, вот, а что, а как, даже рациональную причину назвать не могут. Насколько-то угар, соблазны, конечно. Вот как вам удается сохранять друг другу интерес на протяжении 30 лет? Что это такое? Это, ну, может быть, есть какие-то, не знаю, секреты, рецепты? Есть секреты. Любовь. Это называется любовь. Вот она и держит. Ты прям так... Все очень по-разному понимают, что такое любовь в отношениях. Любовь – это тяжкий труд. Любовь – это то, что написано в Евангелии. Вот там все про нее и написано. Это глубокая история, и ее совлюбленности путать нельзя. Это не сексуальное влечение. Это что-то большее. Поэтому любовь – это и ответственность, и понимание, что существует мир горний, и сегодняшняя ситуация. Я абсолютно не светский человек. Для меня светская жизнь, она, ну, она меня не трогает. Не то, что сказать неинтересно, она меня не трогает. Я люблю общаться только с гениальными людьми. Реально. Для меня вот, друзья... Хороший вкус у вас. Гениальные люди. Вот эти люди, они понимают, что такое любовь. Мне с ними очень интересно. И этих людей нужно любить и понимать, да. То есть, вот эта любовь, она совершенно в другом измерении. Это другие плоскости, это другие высоты. И мне кажется, что наша страна, Россия, достойна такой любви. Но к этому нужно прийти. И чтобы понять, что такое любовь, чтобы донести нашим детям, нашим тем людям, кто желает это понять, это должно, конечно, работать в телевидении. Такое, как ваше, спас. Работаем. Да. Работайте, братья. Это очень хорошо сказано по этому поводу, и сестры. Нужно везде эту идею доносить. По всем. Радиостанциям, телевидениям. Это должно работать. И во главе доноса должна быть это любовь. И тогда все будет хорошо. Ну, вот видите, Алла, мы услышали позицию действительно поэта. Поэт определяет своим пламенным сердцем, нащупывает движение, стремление вверх. Действительно, надо устремлять взор туда и трудиться, трудиться над собой, преображать эту землю, стараться не грешить. Знаете, говорят, что семья – это лекарство от гордыни. Поскольку гордыня, как мать всех грехов, да, вот семья, она каким-то образом помогает выходить из рабства этому греху. Вик, что скажете? Вот задумывались об этом когда-нибудь? Действительно это так или нет? Конечно, да. Ну как же, батюшка меня тоже научил, когда мы еще вот с Вадиком конфликтовали, был момент. Он сказал, ну, деточка, успокойся. Первые 20 лет тяжело. А потом 20 лет? Первые 20 лет. Друг друга не покрошить, да? Не убей запах. А потом смотришь, что действительно полегчало. Ну, начинаешь просто наблюдать, что рядом не только ты единственный существуешь на этом свете, а есть еще человек со своими проблемами, со своим видением, мировоззрением, со своей душой, со своим вот организмом, сердцем, со своими стремлениями. И вот когда уже от тебя отрываешь взгляд только от себя, что еще есть рядом люди помимо тебя, вот тогда уже приходит облегчение, действительно. А как это сделать? На практике это бывает непросто, потому что когда мы... Просить прощение. И понимать, что причина... Уступать еще надо. Уступать, да. Что конфликт он иногда. Женщина ведь тоже мужчина может очень сильно завести. Я умею здорово. Когда получаю, думаю, хорошо у меня получилось. И ответ как приходит. Поэтому смирение, труд, все перетрут. Но самое главное, конечно, любовь вместе с трудом. Обязательно надо молиться. И вот тогда все проще, все легче. Сразу тучи они как-то расходятся. И видишь, луч света пробивается в сердце. И как-то действительно тепло. И думаешь, ну зачем ругать? На него не обижаться. Это же свои, свои дела. Своё, моё, ты не путайся, давай. Наши. Вадим, уже что-то опять готовят? Ну да. Да? Накрывать. Хоро же. Опять на стол. Опять накрывать на стол. Хотя день раз-то надо есть. Да, да. Кстати говоря, Вадим. Да. Мы тут с Викой идем и думаем. А вот если в одном слове все-таки, или в одной фразе выразить, а в чем рецепт счастливой жизни? Вы бы что сказали? Ну, я говорил об этом уже. Одно слово – это любовь. Рецепт только. Выше любви нет никакого ни лекарства, ни силы, ни разума. Потому что она даже сильнее, чем разум. Мне кажется, любовь – это вот больше то, что объединяет все понятия. Любовь, сказала Вадим и махнула топором. Вика, а вы что скажете? Ну, это очень широкое понятие, конечно. Только любовь, терпение. Терпение. Вот это более конкретно уже. А мне кажется, любовь поглощает даже такое слово, как терпение. Любовь все покрывает даже, как говорят. Любовь себя все выбирает. И красоту, и гармонию, и все. Это все, что мы видим сегодня. Ну, какая весна. Это домашняя тема. Давайте скажем, что любовь. Хорошо. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Хорошего вам вечера. Спасибо. Вы простите меня. Сегодня мы были в гостях у Вадима и Виктории Цыгановых. Две творческие стихи. Казалось бы, они могли друг друга загасить, заглушить или еще что-нибудь в этом роде. Но нет. Они друг друга вдохновляют. А еще они умеют уступать и прощать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...